Хотели упростить, но только усложнили. Чемпион паралимпийского юношеского чемпионата Казахстана по плаванию не может получить протез из-за ошибки на портале социальных услуг. Четвертый месяц родители 14-летнего спортсмена обходят по кругу все инстанции. Как попадают ошибки на портал и почему так сложно их исправить, разбиралась Людмила Батюшкина. Коля Шинкаренко родился без ноги, он носит протез от бедра. Мальчику 14 лет, он быстро растет. На последнем юношеском чемпионате Казахстана по паралимпийскому плаванию Коля занял два первых и два вторых места. В ноябре должен ехать в Бахрейн на чемпионат Азии, но поездка под вопросом. На его физическую форму влияет ставший коротким протез. Это как на машине ездишь, вот ты слышишь каждый сул, каждый шорох, ну вот каждый миллиметр чувствуешь там. Ну это как обычная нога. Вот представьте то, что у вас сейчас нога, допустим, станет на полсантиметра короче. Когда ходишь, у тебя постоянно спина в напряжении, и это тоже влияет. На результаты. Еще в июне на портале социальных услуг мама-подростка обнаружила сразу три ошибки. Коли предписали не те виды протеза и костыля, и только одну пару ортопедической обуви вместо двух. Подростка заставили заново пройти МСЭК, переписали программу реабилитации, но и это не помогло. Три месяца мы бегаем, звоним, пишем во все-все. Вот по знакомым я пытаюсь узнать, куда вообще обратиться. Наш собес стараний говорит, это где-то в Астане. Что в Астане? Дайте контакты, я прошу. Они говорят, у нас нет этих контактов, мы сами не знаем. В итоге, что мой ребенок может остаться без протеза в этом году. Вот уже сентябрь месяц, сейчас не за горами здесь октябрь, ноябрь, декабрь. И все, они закрываются, протезный центр, я не знаю, до какого месяца они работают, но чаще всего в ноябре уже там практически никого нет, они все уходят в отпуска. С начала этого года государство предоставляет средства реабилитации для инвалидов через портал социальных услуг. Сайт удобный, люди могут сами выбрать производителя. Но к общественнику Ниязу Сундиталиеву обращается много людей с жалобами на ошибки, из-за чего они не могут воспользоваться порталом. Приходится в ручном режиме отрабатывать управление, координация, занятость социальных программ, они составляют акты и отправляют их в Министерство труда, социальной защиты, в Нур-Султан. Здесь фактически нельзя в Караганде это исправить. Портал находится в ведении Министерства труда, социальной защиты, и вся техническая служба, которая работает с порталом, находится в Нур-Султане. В Комитете труда, социальной защиты и миграции проверили всю документацию Коли Шинкаренко. Индивидуальная программа реабилитации разработана верно, заверили там. Возможной причиной того, что на портале был отображен протез голени вместо протеза бедра, может быть сбой, вызванный переходом со старой на новую систему ЕСОБЕС. По данному случаю произведена работа по корректировке заявки на портале социальных услуг. При возникновении подобных проблем людям с инвалидностью в Минтруда советуют обращаться в контакт-центр по номеру 1414. После выбора языка нажать цифру 5. Правда, Татьяна Шинкаренко по этому номеру уже звонила, но проблема решилась только сейчас. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5 канал.